В Новозыпкове вспомнили чудо-архистротига Михаила в Хоних. Одноименный храм в день престольного торжества посетил епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир. О воинстве небесном и земном в сюжете, подготовленном по материалам наших коллег из Клинцовской епархии. История чуда, совершенного архангелом Хоних, начинается с того, что архистротиг Михаил явился во сне к отцу немой девочки и поведал ему, как исцелить дочь. Отец напалил ребенка водой из пристекавшего возле города Иераполь источника, после чего девочка заговорила. В благодарность жители города построили храм в честь архангела Михаила, но противники христианства решили уничтожить церковь, затопив долину. Тогда архистротиг Михаил ударом копья изменил течение вод и отвел их от храма. В наших молитвах мы просим Господа о помощи и о том, чтобы архистротиг Михаил молился о нас, грешных. Архистротиг Михаил приходит на помощь тем, чья вера кривка и нерешима. В день памяти предводителя воинства Небесного Владыка вспомнил и о тех, кто защищал этот край в годы Великой Отечественной войны. 75 лет со дня освобождения брянской земли от немецко-фашистских захватчиков. Несомненно, победа нашему воинству была дарована, конечно же, всемилостивым спасом по молитве верующих. И, конечно же, Господь ниспослал победу нашему воинству и благодаря заступничеству небесных сил бесплотных во главе с архистротигом Божиим Михаилом. В тот же день архипастер принял участие в ряде мероприятий, посвященных юбилейной дате. Селена Алла-Абабовича у поклонного креста духовенство совершила молибен о павших в годы Великой Отечественной войны. Это была не только битва нашего народа с немецко-фашистскими полчищами, но это была и духовная битва сынов света с тьмой. И вот благодаря стойкости нашего народа, благодаря его вере и благодаря заступничеству Божьему Богоматери и сил небесных мы одержали эту великую победу. В Новозыпковском благочине активно ведется работа с молодежью. Ребеты принимают участие не только в богослужениях, но и занимаются добровольческой деятельностью. В этот памятный день молодые люди совместно с духовенством высадили аллею плодовых и декоративных деревьев. Затем владыка благословил и окропил святой водой молодежь, которая решила вступить в ряды юной армии, пожелав им соблюдать верность присяге. Редактор субтитров А.Семкин